Dendy Forever, канал крупнейшего сообщества ВКонтакте, посвященного ретро-играм. Если вам надоели бесконечные одинаковые обзоры, наполненные цитатами из Википедии, всеми известными фактами и ностальгическими соплями о счастливом геймерском детстве, вам сюда, здесь всё по-другому. Экскурсы в историю игровых серий, археологические раскопки на могилах не вышедших игр, рейтинги, составленные лучшими игроками, которые честно проходят даже самые сложные игры. И даже о самых известных играх здесь расскажут что-то такое, о чём вы наверняка не знали. Подписывайтесь, смотрите и открывайте для себя новые о старых играх. Ссылка будет в описании. Всем привет, друзья, с вами Дарт, и сегодня у нас на обзоре вот такой вот интересный девайс, который вы сейчас пока даже не знаете, что это, потому что коробка ни о чём не говорит. Я расскажу сначала такую небольшую предысторию. Вообще, если бы не череда разных обстоятельств, она бы у меня так и не появилась. Мой друг Саша Морозов, он такой большой фанат ретро-игр и очень заморочен на всяких технических моментах, чтобы консоли подключать максимально возможным качеством, то есть, чтобы он не будет на композите играть. Он заморачивается там с RGB, с карт-подключением, там на Dreamcast он вывел картинку через VGA. Вот такой вот он человек. И он долгое время говорил, что хотел бы что-то типа фрейммейстера. Но сам фрейммейстер, он, во-первых, дорогой, а во-вторых, ещё в нём очень такой input-lag большой. Поэтому тоже в этот вариант не подходил. И совсем случайно он в интернете наткнулся о том, что есть такой вот open-source проект, и можно даже такую приблуду теперь купить. Он её приобрёл. Ещё даже не тестируя, он сразу начал говорить, что это вообще должна быть лучшая вещь, которая на этом поприще существует. Ну и, собственно, я себе тоже приобрёл, потому что у меня такая проблема тоже существует. На некоторых консолях у меня нужных кабелей нет. Некоторые консоли, тем более, не поиграешь вообще нормально на композите. В то же самое время я давно хотел себе ещё и карту захвата. И, кстати, забегая вперёд, скажу, что я её приобрёл. Так что теперь в нужное время могу записывать геймплейчики хорошего качества. Ну и вместе с тем я приобрёл себе этот самый апскейлер. И я хочу вам сегодня как раз его показать. Посмотрим вообще, что он из себя представляет. Сразу скажу, что я заранее подготовил геймплей, записанный как раз с помощью этой карты захвата. Спасибо Саше Морозову, который как раз такую возможность предоставил, потому что, в принципе, записывал он. Потом уже через Почту России он мне отправлял саму карту. И заранее записанные геймплеи и видео у меня остались. И поскольку YouTube всё равно портит качество, я, наверное, некоторые видеофайлы закину куда-нибудь в облако, и вы можете посмотреть потом ссылку там в описании и скачать, чтобы оценить качество прям в оригинале. Для чего мне эта штука? Ну, чтобы наслаждаться хорошим качеством картинки. Потому что если источник 240p, то как сейчас на современных телеках. Ведь у кого-то уже 4К телевизоры. У меня, например, старенькая Full HD Panasonic такой. Поэтому, например, даже SCART, он не очень выглядит. Он растягивает картинку. Конечно, не композит, но тем не менее. Хотелось бы уже что-то лучше. Так, вот перед нами, собственно, весь набор этого Open Source Converter. Вот Open Source Converter. Тут есть у нас инструкция на английском языке. Потому что настроек очень много. Нужно будет знать, что да как настраивать. Вот. Ну, обо всём по порядку. Комплектация у нас идёт сразу тут на все случаи жизни. Вилочки, блок питания. Всё это вот так вот дело запаковано. Блок питания у нас идёт на 5 Вольт, 1,5 А. Этого хватит, чтобы обеспечить питание этого девайса. Пульт. В комплекте с пультом нету батареек. Поэтому имейте в виду. Покупайте отдельно. Пульт достаточно удобный. И на нём как раз все настройки мы можем и производить. Вот. Я уже батарейки вставил. Использовал его. Вот, моргает. И, собственно, сам девайс. Поскольку это опенсорс проект, он не может так похвастаться каким-то таким очень серийным красивым дизайном. Потому что всё так вот видно сделано энтузиастами для энтузиастов. Наверное, это даже ручная сборка. Совсем недавно вышла новая версия прошивки, в которой добавили новые функции и улучшили старые. Из плюсов, что могу отметить. Во-первых, вот тут есть сразу экран. Всё, что вы будете настраивать как раз на этом конвертере, вы будете видеть именно на этом экранчике. То есть, вся информация на телек не выводится. Только вот здесь. Имейте это в виду. Это очень важно. Также этот конвертер поддерживает компонентный. И с карт. Получается, вы можете консоли подключить через карт или ту же PlayStation 2 по компоненту. Ну, или Xbox 1. Вот я так и хочу. И ещё из достоин стоит отметить то, что он также поддержит сразу VGA. То есть, вот, например, для Dreamcast это вообще самый кошерный вариант. Именно подключить его по VGA. И мы уже с Сашей заранее позаботились об этом и записали геймплей с Соника через VGA. И вы увидите сами качество картинки. По поводу настройки. Тут система такая. Раз вечер помучился, настроил и забыл. Что по поводу качества могу сказать. Настроек очень много. И каждая последующая прошивка только улучшает и расширяет возможности данного апскейлера. Там есть куча режимов. И, кстати, как раз этот самый апскейлер выявил такой недостаток моего телевизора. Оказывается, он у меня такой древний, что дальше режимы Line 2X он ничего не поддерживает. Хотя здесь уже есть режим Line 4X. То есть, просто у меня картинку не выводит. Хотя он абсолютно всё рабочий. Дело в том, что он уже предлагает такие навороченные режимы картинки. Которые телевизор просто мой не поддержит. Имейте это, пожалуйста, в виду. Вот. Мне очень понравилось, как можно очень тонко и чётко настроить размер картинки. Какие-то погрешности. Если у вас есть проблемы с картинкой. Там смещена чуть-чуть лево, чуть-чуть вправо. Это всё настраивается. Настраиваются бордюры видеоизображения. Все погрешности связаны с тем, что не только смещением картинки. Но и вот цветокоррекция. Если сигнал немножко теряет в цвете. Или есть какой-то перевес в сторону какого-то другого оттенка. Всё вы можете здесь настроить. И всё это будет работать очень здорово. Мы с Сашей решили, чтобы не записывать большое количество разных геймплей роликов. И не забивать ими обзор. Мы решили разделить сразу на геймплей на несколько типов. Мы сделали пару роликов записанных с Мегадрайва. Кстати, естественно, с консоли. Самой настоящей, оригинальной. У нас есть источник Мегадрайв. Сатурн. И Дримкаст. Для чего мы это сделали? Чтобы охватить сразу несколько поколений. И примерно плюс-минус уже можно понять. Например, вывод картинки с Сатурн. По качеству ничем не отличается от первой PlayStation. Я потом у себя настраивал. Собственно, вот Саша настроил профиль для настройки сатурновских игрушек. По его рекомендации я себе настроил так для PlayStation. Я выкладывал в Instagram. Вы уже могли бы это увидеть. И никакие проблемы у меня с этим не было. Что хорошо. Вы когда будете настраивать себе профили. На пульте сразу можете. Тут вот 9 цифр. Под нужной цифрой сохранить себе профиль. И в нужный момент его загрузить. То есть, если вы даже выключили ее. Или вам нужно переключаться на другое. Настроили себе. Допустим, здесь будет. Для Мегадрайва. Вот этот источник будет для Famicom. А третий для PlayStation. И так далее, и тому подобное. Вы просто переключаетесь между уже заранее сохраненными профилями. И играете. Все. Уже предварительно настроив картинку под себя. Я не хочу сильно углубляться в технические характеристики. Это мало кому интересно. Собственно, и сам девайс. Он на любителя. Просто, что я от себя хочу сказать. У меня фреймейстера никогда не было. И будет нечестно перед вами так распинаться. Говорить, что вот. Это лучшая вещь, что я видел в своей жизни. Фреймейстер там нервно курит. Но просто обращу внимание чисто с точки зрения фактов. Фреймейстер, он очень дорогой. В два раза дороже, чем эта вещь. Даже, наверное, побольше. Последний раз я заглядывал. Фреймейстер стоит 26 тысяч. Этот девайс стоит 10 или 11 тысяч. В зависимости от текущего курса. И каких-то там скидок, распродаж. Ну, 11 даже. Если посчитать прямо. Это уже значительно дешевле. По качеству картинки. Многие утверждают и сравнивают, что от источника 240p. А картинка, она идентична. Фреймейстер местами выигрывает только в тех случаях. Когда подключался источник сигнала типа как PlayStation 2. Мне судить трудно и как-то это подтверждать. Но еще такой момент, что нужно покупать либо специальные кабели для фреймейстера. Либо один переходник уже. Потому что он же японский. Там просто так с карт европейский не подключить фреймейстеру. Здесь же все сразу настроено для людей. Если у тебя есть карт кабель. Да, тоже первый PlayStation. Ты просто запитываешь девайс. Здесь подключаешь его собственно. Здесь с карт подключаешь. И HDMI на выход. Все. Вот простота использования. И конечное качество картинки, которую выдает этот аппарат. Он вне всякой конкуренции. В этом плане я точно могу сказать. По качеству картинки. Как вы можете судить. Вы можете посмотреть по геймплею. Который я вставлю в этот обзор. Мы решили показать, как работают игры типа Мегадрайва. Ну, также вы можете судить, если вы уже видите эту картинку, как на Мегадрайве. То на SNES в принципе все то же самое. Сатурн. Мы взяли как 2D игру. Fighting X-Men. Мне очень понравилось, что через вот эту штучку можно обратить внимание на то, что спрайты не замылены или наоборот не могут, не отображаются как-то чрезмерно резко. Наоборот, все так очень плавно и с эффектом как будто LTE телевизора. Scanline также настраивается очень четко, точно. Очень такой мягкий порог. Обычно бывает как? Начинаешь настраивать, да? И либо очень большие линии, либо наоборот. А здесь очень точно под себя все это можно подогнать. И как в 2D играх, так и в 3D играх он ведет себя очень хорошо. Мне понравилось. Подключай Dreamcast тоже. Это, наверное, самое лучшее качество, которое можно выжать из консоли. И самое главное, как раз вместе с такой вот картой захват или любой другой, например, вы даже можете Elgato приобрести, вы получите лучшее качество картинки и выводите это дело непосредственно на какой-то источник. Это либо карта захвата, либо телевизор. У меня изначально была идея, я хотел себе приобрести карту захвата, старенькую Elgato. Там потому что сразу есть композит, компонент, вот это все. Но я подумал, что смысла нет, потому что все равно все это устаревает. Уже, ну, морально все это устарело. И явно еще технологии так несовершенны. Теперь же гораздо проще. Я могу любую консольку подключить. И на выходе у меня будет цифровой HDMI. Ну, это здорово же. Я думаю, как раз те, кто не хотят заморачиваться с покупкой LTE телевизора, вот этими всеми подключениями коллекционировать нужные кабеля, потом все вот это вот телевизор, телевизором заморачиваться, можно себе приобрести вот эту штучку. То, как она выводит картинку с PS1, я вообще в восторге. Я выкладывал в Instagram. Чуть-чуть поднастроил картинку по сравнению со SNES. Там совсем минимальное различие. И в итоге, ну, получил уровень картинки, как на мониторе. Я считаю, что это прекрасный результат. Особенно, вот, даже сканлайн сколько не напрягает. Наоборот, приятный. Ты джойстик взял, руки от телека отошел, метра на два. Не ощущение, как будто играешь на три нейтроне. Так что с этим никаких проблем нет. И, я думаю, в общем, эта штука пригодится тем, кто хочет получить максимальную картинку на своих ретро-консолях. Если у вас 4К телевизор, там, или у вас современная панель, то, конечно же, просто так вы не подключите старую консоль и не получите нормальную картинку. У многих уже вообще композит вырезан. Кстати, да, обратите внимание, тут вот нет возможности подключения композита, но вы можете воспользоваться переходником. Поэтому на Алиэкспресс буквально за 100 рублей купить переходник с композита на карты подключить сюда. Так что вопрос, как подключить Dendy, он не стоит. Тут все очень просто. Даже в комплекте с PlayStation 2 есть карт-переходник, который имеет возможность подключить тюльпанчики. То есть, вот, все. Так вы можете запитать себя сюда Dendy и настроить все по своему вкусу. Обилие настроек реально поражает. И самое главное, как я считаю, один из плюсов, это то, что проект постоянно развивается. Это open-source проект, и он не стоит на месте. Я думаю, что скоро появится инструкция не на русском языке, а пока что на английском. Здесь есть раздел «Какие-то основные проблемы, которые можно решить». И по ходу дела вот объясняются все пункты меню. Так что я не буду вам здесь подробно и дунно все это пересказывать. Вы можете, если купите, самостоятельно ознакомиться с этим. И не забывайте своевременно обновлять прошивки. Потому что, действительно, каждая прошивка, она выходит редко, но очень метко, и добавляются новые возможности. Прошивку можно обновить посредством карты памяти. Обновите, сохранитесь, и все. Все у вас будет хорошо. Да, только имейте в виду, что, возможно, после обновления прошивки у вас профили слетят. Так что позаботьтесь о том, чтобы сохранить их как-то заранее. Ну, а я считаю, что девайс своих денег стоит, но с одной оговоркой. Денег стоит изначально для тех, кому это действительно нужно и кому это интересно. Если вы играете, ну, скажем, там, 2-3 раза в год подключаете просто консоли, то, возможно, вам он и не нужен. В то же время, если вы задумывались о покупке фримейстера, но вас, как бы, сдерживала цена его высокая, то обратите внимание на вот этот девайс, я думаю, что он вам пригодится, потому что я им остался очень доволен. Я уже поиграл на нем Mega Drive, Super Nintendo. Dreamcast не подключал, это только вот Саша подключал. У меня Dreamcast на RGB, я, кстати, наверное, на SCAR-те. Я, наверное, как раз подключу на SCAR-те и сравню, насколько хуже качество от VGA. Ну, явно, конечно, похуже, но заценю. И мне очень интересно, я вот первый Xbox играю как раз через карт. Вот лично мне субъективно, я не знаю, ну, вот просто это, наверное, дело вкуса. Мне не нравится, как компонент выдается на PlayStation 2 и Xbox, и я люблю играть на SCAR-те. Это же относится к PlayStation 2 и относится к Xbox, и я очень хочу подключить вот эти консоли через вот эту штуку, пока просто времени не было. И я думаю, что все будет здорово, потому что и Саша говорит, что качество отменное, и в обзорах также утверждает, что никаких проблем с этим нет. Наши зарубежные западные коллеги тоже остались довольны этим девайсом, и я думаю, дальше он будет только развиваться. Хорошо, что раз купил и забыл, будут выходить прошивки с новыми возможностями, с новыми функциями. Будем только обновляться, и все. Так что для ретро-геймера это, наверное, очень и очень хорошее вложение. Но если у вас уже есть такая штука, то поделитесь своим опытом в комментариях, что вообще думаете, будете ли вы себе такую вещь покупать. Я нисколько не жалею, и я думаю, что еще эта вещь найдет своего покупателя, и со временем будет только дешеветь. И отдельное спасибо Саше Морозову, который надоумил мне приобрести вот эту штуку, и помог мне с записью, подготовкой этого обзора, и приобретением вот такого вот девайса. Если бы не он, то обзор бы, наверное, вообще не вышел, или не вышел бы таким, каким вы увидели его сегодня. Саш, спасибо тебе большое. Оставляйте свои комментарии, замечания, предложения, и увидимся уже скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok